Дорогие коллеги, друзья, приветствуем всех. Просьба выключить микрофоны. Сегодня мы обсуждаем проблемы респираторных инфекций. С нами Гольцман Анастасия Валентиновна, которая руководит педиатрией Псколково, зав. отделением педиатрии коммерческой клиники К-31. Ну что ж, коллеги, сегодняшняя тема очень достаточно, на первый взгляд, простая. У детей это та проблема, с которой мы столкнемся с вами ежесекундно в практической деятельности. И это то, что сейчас актуально в последнее время, особенно в течение последних двух лет. Мы на фоне ковидной инфекции с вами почему-то активно забыли эту тему и ушли полностью в сторону ковида. И забыли нашу группу респираторных вирусных инфекций, о которых мы с вами вспомнили в такой активный период. Это осень-зима 2021-2022 год. Помните все активно, что мы до периода, до 2020 года с вами ежегодно это обсуждали. Все другие гриппы, респираторные вирусные инфекции, стритокоповая инфекция. Также группа А мы с вами активно смотрели, контролировали, монетарировали. Активно проводили с вами вакцинацию от КРИК и ежегодно делали это актуально, поднимали этот вопрос. Но 2020-2021 год, часть 2021 года нам продиктовала свои правила. И мы с вами действительно в практике встречали это намного реже и занимались уже другой проблемой. Активно занимались тоже самым вакцинацией. Также педиатрия вставала на вакцинацию, все в это помните. Но в ноябре 2021 года у нас с вами появляются первые на экспресс-тестах или на пациентодиагностике появляются первые ответы на грипп, на аэросвирусную инфекцию. И мы с вами понимаем, что вакцинацию в августе 2021 года не все активно провели. Коммерческие, государственные клиники. Здесь будет громкое заявление. Действительно, мы многие не закупали в активном количестве у ДЗМ и у наших коммерческих поставщиков вакцины, как ультриксы, и ультрис-квадрии, и крипулы. И мы с вами эту тему, в принципе, отложили в сторону. И все ждали активной второй волны ковида. Но действительно в этом году огромный был наплыв, начиная от СМП имени Пучкова, заканчивая нашими небольшими коммерческими клиниками, как вот МИДСИ, СМ-клиник и ТАР-21. Мы сейчас действительно загружены в большом количестве детей с респиратурно-вирусными инфекциями, которые обращаются к нам ежедневно, ежечасно и требуют помощи. И сейчас мы активно, почему эту еще тему подняли, потому что мы активно сейчас коммуницируем со всеми фарм-поставщиками и со всеми поставщиками экспресс-диагностики, которые нам помогают. Как раз, кстати, компания «Аналитик» нам сегодня предоставила такую возможность участвовать в лектории у кафедры. Это как раз одни из тех поставщиков, с кем я лично работаю, кого знаю очень хорошо, экспресс-диагностики. И сейчас это большой, кстати, проблема большая, потому что у нас сейчас очень острая вкладка этой экспресс-диагностики. И запросы у пациентов, к сожалению, растут. И мы видим высокий рост на аэросвирусную инфекцию и на грипп типа А, типа Б. Презентацию, кстати, коллеги предупрежу, действительно будет у всех. Потом, я надеюсь, коллеги с кафедрой Перекин смогут переслать эту презентацию на доступе, чтобы мы могли использовать ее как в личных целях или в практической деятельности, или даже в беседе с пациентом, чтобы поднять эту тему, острую, которая сейчас у нас актуальна. Действительно, ежегодно у нас огромное количество, цифры очень высокие, большие, случаи гриппа и других ОРВИ, вирусных инфекций. Но в ОРВИ мы действительно включаем все, начиная от респираторного сенциального вируса, заканчивая эргирином вирусом. И, в принципе, даже группы энтероденовирусов мы тоже сюда сможем совершенно спокойно включать. У нас сохраняется уязвимая группа ОРВИ – это дети. Дети младше одного года, дети дошкольного периода и школы. И сейчас больше наплыв, если смотреть по статистике, у нас больше сейчас был наплыв в декабре. Это установленный подтвержденный грипп. И даже не были готовы наши аптечные структуры с поставкой томифлю нашего препарата. И мы были в достаточно сейчас таком тяжелом состоянии. Как мы, в принципе, с вами обсуждали до этого, действительно у нас входят основные вирусы, которые у нас входят в структуру ОРВИ, то, что мы с вами ставим. Это все входят наши вирусы парагриппа, риновирусы, вирусы гриппа и наш несчастный-злосчастный РС-вирус тоже, который для нас с вами является особо тяжелой группой. Это дети младше шести месяцев особенно актуальны, у которых требуется обязательно в порядке. Зачастую это госпитализация в стационаре, наблюдение уже в рамках стационара. И действительно, мы сохраняем такой момент, как ОРВИ, то, что это непосредственно все-таки неконтролирует инфекция. И в связи с тем, что это широкий спектр возбудителей, и не против всех спектров мы имеем уже какую-то готовую вакцинопрофилактику, там исключая только коронавирус и вирус гриппа. Но и также мы с вами еще должны учитывать действительно формирующуюся резистентность. Каждый год наша вакцина-профилактика меняется, штамм дефицируется, и мы должны все-таки идти в тенденцию, ну, в ногу с модой, если можно так сказать, в модой вируса, который нам с вами дает и диктует нам правила. Действительно, мы в этом году, прошу обратить внимание, что действительно эпид-сезон у нас был совершенно другой. И в период 2019-2020-2021 года мы с вами действительно видели спад. Я думаю, что вы все замечали это в своей практике, практически делились на такой выраженный спад запросов и вызовов на дом или обращения в клинику с такими проявлениями, как РС-вирус или пара гриппа. Действительно, вот наш несчастный SARS-CoV-2, он действительно нас с вами сильно выдул из колеи, и мы занимались только им, но и плюс все-таки, вспомните, 20-е годы, 21-е годы у нас действительно была активная социальная дистанция, мы активно использовали дистрифицирующие средства, которые были не всегда в наличии, не всегда были в доступе, но все это происходило, действительно, мы вытеснили грипп из своей среды, из школьной среды, из садовской среды, ну, в принципе, из коллектива. Даже если мы какие-то проводили экспресс-диагностики, то действительно мы этого не выявляли. Мониторинг ОРВИ, вот то, что сейчас у нас произошла первая неделя, вот это вот, видите, наш 21-22 год, то, что у нас конец года, мы действительно столкнулись, я еще раз повторюсь, это было, конечно, такое повторение, но действительно просто здесь можно будет актуально увидеть, в каком маленьком количестве у нас был выявлен коронавирус и в каком большейшем количестве мы ставили РС-вирус, и даже это можно определить по количеству госпитализаций, как городские стационары, так и коммерческие стационары, вот, и насколько действительно вытеснился коронавирус, вот наш декабрь, конец ноября, ну, даже середина ноября и январь. Мы действительно занимались только гриппом, занимались всеми остальными респираторными группами, и ковид в данной ситуации, в принципе, отошел. Здесь, опять же, повторюсь, здесь не вижу смысла большого восстанавливаться на эти презентации, но просто здесь можно увидеть динамик гриппа, который происходил у нас, помните, в 2019 году, который был высокий рост, и как постепенно 20-21, в принципе, эту историю потеряли, и конец 21-22 года мы с вами встречаемся. Ну, в принципе, это красивые ВОЗовские картинки, с которыми невозможно просто не поделиться, и, ну, здесь можно только вот просто увидеть эту красивую динамику, которая у нас происходила. Вот. Здесь также вот красиво представлено наш грипп, как группа респираторных вирусных инфекций, то, как мы это видели. Вот. Здесь более наглядно мы с вами можем увидеть то, который, какой именно грипп преобладал, группа Б у нас преобладал, в каком количестве группа А, и как они росли. Ну, вот непосредственно наш конец года, как мы здесь это видим на наших картинках, благодаря Всемирной администрации здравоохранения, которая дала нам такую возможность с вами представить. Также мы здесь можем с вами увидеть, насколько активно все-таки инфлюенса и COVID-19 имели, какую они активность. Видите, можно их сравнивать в сравнении, как видим мы их в течение динамики в нашей истории, всей пандемии, как происходило у нас вне выявления данной ситуации. Мы не выявляли, не верифицировали, не уточняли грипп. Ну, и в данной ситуации, как вы можете видеть, как у нас все это происходило. Вот. Все эти картины у вас будут, и презентация у вас будет на руках, поэтому здесь активно останавливаться. Ну, очень будет просто тратить ваше время, чтобы вот здесь вот посмотреть. Но здесь действительно просто вот, если смотреть европейские регионы, опять же, как вот у нас COVID-19 и грипп, как они выросли, и как активно вот сейчас, опять же, видите, здесь можно видеть 21 год, насколько мы в Европе, действительно, здесь он раньше стал выявляться, кстати, но они действительно, если мы настолько в данной ситуации были, не настолько проводили вакцинацию от гриппа, и не так актуально эту тему поднимали, то в Европе, по опыту знаю, по коллегам, особенно Италия, Англия, они тему вакцинации от гриппа поднимали, и она у них проводилась, и заболеваемость, ну, все равно сохранялась, но не в таких количествах, и с меньшим количеством госпитализации. Вот. Это здесь нам коллеги предоставили информацию о положительной доле положительных тестов на 7 января, и количество положительных тестов, которых у нас превалировало. Здесь, видите, огромное количество, и здесь разницу, видите, опять же, преобладание вируса гриппа А, также в каких регионах, ну, в принципе, здесь картина всего мира, ну, и, как видите, нашу европейскую часть, российскую захватил грипп активно. В Америке здесь действительно коллег был выявлен тоже грипп А, но, опять же, повторюсь, коллеги имели сильно хорошую базу по вакцинации от гриппа, они активнее проводили ее, но мы сейчас эту тему тоже поднимаем, и все равно вакцинация от гриппа в настоящее время еще сохранена. Вот. Здесь, опять же, просто вот наглядно, чтобы, наверное, больше впечатлить вас, коллеги, действительно количество, которое мы вот появляли лабораторным методом, ну, и, в принципе, что сказать, мы здесь также выявляли все и на наших на руках экспресс-тестами на постели больного также ставили диагноз грипп, и вы здесь его можете увидеть. Опять же, просто сравнение, насколько это происходило вот в период с 19-го, 20-го года, и насколько ярко вот происходило это у нас в 2021-2022 году. Здесь, опять же, видим ту же самую заболеваемость, просто здесь с разных источников мы с вами можем смотреть, как это было, происходило у нас эта активная стадия заболеваемости, и сколько она происходила у нас непосредственно в 2021-2022 год, насколько активно и в битве, и в битве порог у нас с вами был вот эта первая, вторая, третья, четвертая неделя, и насколько вот у нас сейчас выросла эта заболеваемость, которую мы видим с вами в конце. Вернемся тогда сейчас к гриппу детей. По основной проблеме, которая у нас есть, клинические ингредиации, которые сохранились у нас в период с 2017-го года, ничего глобально не менялось. Также сохранилась терапия, также сохранилась диагностика, и сохранилась основная диагностика, которая у нас происходила. Здесь действительно, наверное, будет лучше видно, если посмотреть, то действительно по диагностике мы также сохраняем анализ крови, сохраняется показатель такой же цирреактивный белок, контроль, если есть возможность, если пациент у нас находится в коммерческой клинике, но и при тяжелом течении гриппа, тоже в рамках госпитализации, мы также контролируем общий анализ крови. В анализе крови то, что мы с вами сохраняем, и то, что ничего не менялось, также сохраняется в том, что после лейкопении, и также есть очень редких случаев, была лейкоцитоза сдвигом влево. Это действительно при стремности от степени тяжести, но в крайне редких случаях, или же при присоединении вторичной бактериальной инфекции. Сохраняется все равно исследованием в клинических агендациях сохранилось показатель ЦРВ-прокальцитонин, но зачастую, кто работает с УМС-системой и ДМС-системой, вы все отлично знаете такую ситуацию, что нам до сих пор сохраняется только лейкоцитарная форма выобщенная в смачи. ЦРВ-прокальцитонин зачастую требует согласования и дополнительных интервью таций, и здесь уже мы с вами ограничены возможностями, и здесь у нас происходят уже свои сложности. Группы риска также сохранились дети в возрасте меньше пяти лет, потому что у нас зачастую есть свои особенности в плане респираторных вирусных инфекций и осложнений. Ну и стандартные, это взрослые и пациенты уже с какими-либо страдающими хроническими заболеваниями. Дети в возрасте до шести месяцев, почему мы их сохраняем в группу риска? Действительно, дети, мы до сих пор не можем проводить вакцинацию детям до шести месяцев. И также в дети, которые сохраняются какие-либо хронические заболевания, особенно нарушение огненного веществ, и дети с течением бронхиальной астмы, у нас в особой находятся выделенные позиции, они требующие внимания. Также дети с болезнью сердца, мы контролируем с вами состояние детей и быстрее поднимаем вопрос о начале антибактериальной терапии. дети с заболеванием крови, эндокринные заболевания, как особенно актуально сахарный диабет, который требует контроля не только педиатрное подключение уже курирующего врача-эндокринолога в обязательном режиме, и заболевания почек, но это актуальная тема для коллег-нефрологов о том, что мы действительно в период гриппа активно контролируем все показатели наши. У них вот уже шестой, ой, восьмой год прибором. Вот, да, спасибо за комментарии, коллеги. Здесь вот непосредственно вот особая группа риска нам представила наш CDC, наш основной такой ведущий, курирующий, может быть, наш группу инфекций мировой, на которую мы, в принципе, ровняемся и смотрим основную информацию. Вот. Обредление возбудителя заболеваний. Здесь действительно все сохранялось, ничего не менялось, и мы также сохранили как ПЦР-диагностику, так и мы сохранили экспресс-диагностику непосредственно у постели больного и который подтверждает нам диагноз. Опять же, вернусь к этой теме, наверное, всех возникнет вопрос, какая цель у нас в утверждении диагноза. Зачастую, во-первых, пациенту, когда мы с вами проводим терапию наблюдения пациента, мы с вами всегда акцентируем внимание не только на вопросе установки диагноза, но также и на оказание качественной современной медицинской помощи. По сути, это основа всего менеджмента здравоохранения, чтобы мы с вами вовремя установили диагноз, корректно установили диагноз и назначили корректную терапию. И в данной ситуации непосредственно у постели больного вы можете установить диагноз благодаря возможностям нашей современной экспресс-диагностики назначить уже первые сутки или в первые часы корректную терапию. А семье в данной ситуации назначить уже правильную корректную профилактику. Допустим, если в семье есть члены семьи, которые подвержены каким-либо сопутствующим хроническим заполеваниям, то действительно вы знаете, что все это входит в рекомендации, мы обязаны назначить профилактику гриппа. Поэтому детям, кстати, назначается даже в возрасте меньше шести месяцев тоже назначается тамифлю. Дозировки, я думаю, что все вы отлично помните, не стоит их резко сейчас напоминать, устанавливать. Но опять же вернусь к вопросу того, что когда мы с вами устанавливаем диагноз и устанавливаем именно грипп пациенту, это ясно, понятно, и он понимает дальнейшие люди действия. И мы в данной ситуации поэтому и идем с поворотом ПЦР-диагностики, экспресс-диагностики, потому что когда врач имеет эту возможность, он озвучивает пациенту не просто общую информацию о том, что у вас течение респираторной вирусной инфекции, а у вас в данной ситуации вылен определенный вирус, который требует определенного лечения. Потому что в ситуации с гриппом мы устанавливаем с вами терапию, профилактику в семье. В ситуации с респираторной социальным вирусом мы также устанавливаем определенную терапию ребенка, определенное наблюдение, определенный патронаж, особенно ребенка меньше шести месяцев. Мы с вами говорим о том, как требуется наблюдение. И опять же, если мы с вами своевременно устанавливаем диагноз и своевременно приходим к терапии, мы с вами уходим от лишней в госпитализацию. Мы с вами не нагружаем стационара сложившимся случаями гриппо-респиротон социальными вирусами. Я, наверное, напомню всем вам, что особенно у детей младше шести месяцев гриппо-респиротон требует госпитализации, а зачастую он может требовать и госпитализации в стационар и реанимации. Дети меньше шести месяцев более подвержены. Плюс корректно это не нагружает стационар и не дает распространение инфекции. И плюс, если мы корректно назначаем с вами профилактику, то, конечно, мы и в дальнейшем случае выявление гриппа уменьшаем. И еще раз просто напоминаю, наверное, сохранить информацию о том, что для коллег на приеме мы должны с вами говорить о такой проблеме, как вакцинация от гриппа. Она сохраняется непосредственно даже мои доктора моего отделения, я думаю, и ваши также доктора, и вы сами лично на приеме, да и я, как практикующий врач, мы устанавливаем диагноз гриппа и он сохраняется. И до сих пор еще актуальна и сохраняется вакцинация гриппа. Вот. Здесь, наверное, самый такой основной тест, который у нас есть возможность сейчас устанавливать диагноз непосредственно у постели больного. У постели больного мы с вами сами ставим диагноз, благодаря вот этой нашей тест-класски, тест-системе, мы сможем ставить с вами диагноз грипп и уточнять еще непосредственно это тип А или тип Б. Проводится он достаточно банально и просто. Проводится действительно постели больного и занимает не более 10-15 минут. Берется самыми разными способами забора броса, это, как может быть, назоверенгиальный мазок, назальный аспират, мазок износа. Все зависит от того, возраст пациента, особенности пациента, пациент у вас находится в каком отделении, это стационар или это амбулатория, или это экстренная помощь, вы это проводите где-то на дому, все достаточно просто. И уже у постели больного вы ставите диагноз, мы с вами можем сразу пациенту проговорить всю терапию и в данной ситуации, если это происходит в первые сутки, то дополнительных вам анализов, например, дополнительных стрессов для того же самого маленького малыша нам уже не требуется. И в том случае, если мы с вами экспресс-тест устанавливаем, что у нас есть выявлено положительный результат ответа на грипп, то в данной ситуации мы совершенно не нуждаемся в дополнительной ПЦР-диагностике или в дополнительном контроле уровня антител. Хотя такой запрос, кстати, возникал по опыту, но это, в принципе, лишние уже рутинные работы и лишние траты не нужны, ну, не нужны абсолютно вещи в данной ситуации. Стасия Валентиновна, а какая чувствительность и специфичность данных экспресс-тестов? Практически у них чувствительность 92%, если говорить, а специфичность 98,9%. И действительно, по опыту есть такой активный, кстати, вопрос, спасибо за вопрос. Поднимался очень часто вопрос на приеме или, например, на каких-то разборах клинических требуется ли проводить экспресс-тест, допустим, в первые часы или надо проводить в первые сутки, дождаться хотя бы первых суток заболевания, вторых суток только тогда проводить. Чувствительность даже в первые сутки действительно сохраняется на уровне 91,8%. Действительно, когда пациент заболевает, он все равно попрощается в первые 2-3 часа и действительно тест показывает положительный результат. Скажите, пожалуйста, вот все неуспехи, связанные с коронавирусом, с тестированием, связаны с тем, что берется материал неправильно, поскольку надо глубоко проникнуть в нос и чуть ли не дотронуться до входа в лабиринт, то есть до обонятельных всех этих рецепторов. Поэтому с этим связано, что часто даже не тесты виноваты, а забор происходит. Да, действительно. Правильно. Когда мы тестируем на грипп, какие места надо собирать материалы, насколько глубоко? Сохранилось, все равно сохранилось. В данной ситуации, кстати, с тестом на грипп у нас нет таких показаний, что нужно и необходимо забрать глубоко и болезненно произвести забор биоматериала, достаточно смывая в области назофрингеальной, назальной области, и этого достаточно абсолютно. Главное, чтобы тампон, вот этот стерильный тампон, он был смочен обильно назальным смывом, который мы получаем, и, в принципе, он достаточно чувствительный. Поэтому он не требовал, так же, как я очень хорошо помню, этот период, помните, период ковида, Ирина Николаевна, когда у нас происходили вот эти, я бы назвала, дебаты с лабораториями, когда каждая лаборатория давала свои правила на забор биоматериала и говорили, нет, только курла, только нос, или и нос, и курла, и два вот этих тампона мы опускали опросы на ПЦР, то в данной ситуации стреп, прошу прощения, грипп себя оправдал и дал нам возможность хорошую чувствительность, специфичность, показывает даже вот с назального смыва очень легко и просто. Особенно у детей, у взрослых так же, поэтому даже, я по опыту, кстати, коллеги, кто будет работать с экспресс-тестами, бывает, что вот в первый день он бывает такой бледный, мы все равно его оцениваем как положительный результат. он действительно никогда не подводил по опыту и были случаи, когда типы были и ангриппы, и А, и Б, и такие ситуации тоже были, был тип А или только тип В, но чувствительность она сохраняется в очень хорошем уровне. Мы были, было, наверное, по опыту за там большой, ну, маленький, десятилетний, наверное, был случай, когда врач выезжал на дом и проводил экспресс-тест, и первый, второй день экспресс был отрицательный, а на третьей сутке теста выдал положительный результат. Но это, видимо, просто особенности, с особенностями нагрузки, не знаю, может быть, из-за того, что выезжало три разных врача на дом проводили, ну, три разных специалистов проводили тесты, может быть, и с этим связано. Вот, но такое было, наверное, единичных, это два максимум таких вот случая на практике. Так, в основном, действительно, в первые сутки мы устанавливали и совершенно нет никаких показателей, чтобы ждать два-три дня для какой-то развития боли, обширной симптоматики, чтобы провести экспресс-тест. Вот. Рекомендации также сохраняются. Бывает, что выявляются и на пятые сутки заболевания при сохранении лихорадки. поэтому, в принципе, ну, здесь есть такой еще показатель хранения до восьми часов в буферном растворе, но это возможно, но, в принципе, чаще всего это проводится на дому, мы берем материалы, пациенту уже демонстрируем, показываем, и уже пациенту от этого действительно легче, намного проще, понятно. Вот. Основные какие осложнения у нас при течении грибы сохраняются, это у нас сохраняется все равно в театрической практике, это стоноз гортани, вирусная пневмония и все остальные осложнения, которые здесь прописаны. Действительно, редкие осложнения были на практике, я думаю, что и у вас, и у меня лично на практике были дети с осложненными, которые продемонстрированы синдромы, которые уже наблюдались у нас в рамках стационара, но это чаще всего какая-то сопутствующая патология, требует уже наблюдения, действительно, коллег из стационара, мы уже наблюдали, уже не в наших рамках амбулатории, которые мы сегодня обсуждаем. Показания госпитализации детей клинических фундаментаций. Основные показания госпитализации это сохранение длительного фибрилитета, сопутствующие какие-то осложнения, выраженные интоксикационные, интоксикации выражены, когда мы видим с вами на нашем ПЩС выраженные изменения буферных оснований, снижение электролитов, сопутствующие действительно судороги, либо это фибрильные судороги, либо это сопутствующая какая-то неврология, которая нам дала с вами развитие. Поэтому, например, здесь вот указано, в клинических рекомендациях у нас было указано, что новорожденные дети, дети первых лет жизни со средне тяжелой формы болезни. Действительно, в данной ситуации новорожденных мы наблюдали с легким течением, чаще всего бывает, что дети уже переносят это легче, особенно учитывая, что если мама на грудном скармливании малыш, или мама принимает профилактику или принимает терапию, то эффект у нас намного выше от терапии. Средне тяжелой формы болезни, здесь, наверное, клиническая рекомендация можно разойтись, поскольку это все-таки рекомендация, действительно, мы можем наблюдать данную форму, и в амбулаторных условиях на дому, но действительно с активным контролем, активным патронажем врача, всего персонала для наблюдения и мониторированных состояний. Все, что уже касается дыхательной недостаточности и каких-то нарушений гемодинамики, то, конечно, мы с вами переводим в стационар и уже не занимаемся такой ерундой, как ведение пациента на дому. Это обязательно. Вакцины против гриппа мы все с вами помним. Мы к ним возвращаемся. Я думаю, что уже в сентябре этого года мы с вами активно эту тему поднимем и начнем говорить с пациентами об этом в августе обязательно, чтобы мы с вами эту совершенно систему не теряли, потому что я считаю, что по опыту мы вот со стороны коммерции действительно в этом году мы имели большой провал и так активно мы совершенно не поднимали эту тему вакцинации. Это полностью ушло на вторичный план, и мы с вами то, что сейчас клиническую картину во всей стране мы сейчас с вами видели. Действительно, мы с вами видели то, что происходило. То, что клинические особенности гриппа после периода сниженной заболеваемости действительно количество распределизации было выращено, количество летальных исходов, конечно, оно сокращалось. CDC нам предоставило такую информацию, что были действительно единичные летальные исходы у детей, но это были дети с тяжелой формой заболевания и сопутствующие осложнения. Если активно читать CDC и смотреть их отчетный период за 2022 год, действительно, было несколько случаев, и, конечно, вот коллеги с CDC нам предоставили такую информацию, как выраженное количество повышений госпитализации и обращения в амбулатории, также и в стационары, в отделении экстренной помощи по всему миру. В принципе, данная ситуация CDC нам предоставляет не больше, чаще всего американскую историю, но и также российская история наша сохранялась тем, что у нас было повышенное количество обращений и выездов на дом. Показания госпитализации действительно сохранились, и возможности стационара были сейчас загружены непосредственно вирусом, установлены вирусом гриппа, и мы действительно имели для 2020 года, 2021 году эту картину забыли, а в 2022, я думаю, что сейчас активно все это вспомнили. Особенности гриппа действительно, вот H3N2, если здесь подойти в сторону и вспомнить про него, про количество внимания, просто это, наверное, тема такая актуальная в случае появления особенностей гриппа, а почему здесь подняли эту тему, своя особенность в плане осложнений. Вот и все. Так, коллеги, я вижу вопросы сбоку, прошу прощения, в чате вижу вопросы, наверное, сейчас мы постараемся как-то тему нашу обсудить и вернуться к вопросам. Хорошо, коллеги, я вижу ваши вопросы, мы все их зачитаем и постараюсь вам максимум ответить расширенность. Хорошо? Такая интересная была достаточно тема обсуждения, она поднималась на многих сессиях нашего гриппа. У нас была актуальная тема это поинфекция. Поинфекция у нас с вами была как грипп, так и SARS-CoV-2. В принципе, поинфекция была не только у SARS-CoV-2 с гриппом, поинфекция происходила у гриппа и у SARS-CoV-2 вместе с ревосвирусной инфекцией, так и со стрептококковой инфекцией, ну, в принципе, со всеми остальными нашими требующими дополнительными еще инфекциями, как стрептококкова, водрина и все остальные наши детские инфекции. Такая инфекция, в принципе, имела свои особенности, свое проявление гриппа, течение, и, в принципе, она меняла терапию, опять же, менялась только вопрос диагностики, наблюдения, мониторирования пациентов. Вот, вопрос вторичной инфекции, которая у нас с вами возникала, здесь вот мы с вами медленно переходим просто к ковиду и к нашим остальным инфекциям с ковидом, это наша любимая вся группа респираторных вирусных инфекций, здесь у меня вот коллеги, которые подготовили мне шикарную презентацию, нас активно переводили с диагностикой. Смотрите, когда мы с вами сейчас просто активно обсуждали наш ковид, обсуждали наш замечательный грипп и как мы сейчас к нему вернулись, как мы его встретили, как мы с ним боролись, вот, ну и, конечно же, активная тема, которая у нас сейчас происходила, это вот диагностика омикрона, то, что мы сейчас подняли и за последние две недели больше всего все это обсуждали, кто такой омикрон и что с ним делать и как с ним бороться и какие его особенности терапии, вот, по поводу омикрона наверное предварительно скажу, я надеюсь, что коллеги с кафедрой со мной тоже будут согласны данной ситуации, что у омикрона менее выражена какая-то легочная форма, даже по коллегам с лучевой диагностикой мы можем обратить внимание на то, что обращений к лучевой диагностике у нас было намного меньше. Так, коллеги, кто-то задал вопрос, вот здесь такое интересное было, в августе вакцина англип у нас никогда не бывает. По Москве, по опыту в августе вакцина англип уже появляется и она у нас есть в наличии. Поэтому в конце августа, коллеги, достаточно активный, актуальный вопрос, в конце августа действительно мы проводим эту терапию и уже к сентябре многие учителя в школах уже готовы, просто мне даже к сентябре вопрос интересно, а где непосредственно в августе нет вакцины. Она есть в наличии, в конце августа точно есть, и мы ее проводим и активно ее делаем. Поэтому, да, бывает, нет, не только с Викрип, бывает Гриппол с возможностью более расширенной группы людей для вакцинации. Появляется Ультрикс в некоторых регионах, но действительно здесь коллеги вот ниже в Городском области пишут, что действительно как будто появляется она позже в сентябре, но в августе действительно в идеале она должна быть в августе. Я думаю, что это тот вопрос, который надо поднимать на сессиях, на обсуждениях, на конференциях, но вот ведь у коллег появляется она в сентябре. В коммерческих клиниках она появляется в принципе раньше, но здесь зависит от того, кто поставщик и как мы успели с ним скоммуницировать и как мы успели его перехватить. Что по омикрону по детям? По омикрону по детям в настоящее время по детям есть несколько публикаций, есть несколько информаций, что омикрон протекает как наша РС-вирусная инфекция. Здесь я не соглашусь, омикрон протекает с меньше выраженным количеством респираторных, легочных каких-то выраженных изменений, даже на КТ не выявляется никакой, нет никаких поражений. У детей он также протекает с фибритетом до 3 дней, с нарушением обоняния, если это дети старше дошкольного и высшедшего возраста, которые могут указать это. И у детей опять же достаточно легкой формы, пока мы наблюдаем. Есть госпитализации несколько, есть несколько госпитализаций, есть наблюдения, есть вопросы о том, что омикрон в будущем нам сейчас маленькая клиническая картина, чтобы давать какие-то заключения по омикрону. Коллеги спрашивают, про противовирусную терапию нужна или достаточно симптоматическая. Симптоматической терапии действительно здесь достаточно. Это жаропонижающее, обильное пути с целью дезинтоксикации и никакой специфической противовирусной терапии мы с вами совершенно не вводим и не проводим. Ну вот опять коллега очень зацепил вопрос с вакцинацией. В Тамбове ультрекс-дефицит завалили одним с и грипп. Да, действительно. Но это я думаю, что вот Ольга Сергеевна то, что пишет, здесь действительно ультрекс, скорее всего, у вас попал на коммерческую сторону. С и грипп поступал со стороны города, но, если честно, я не могу сказать, что ультрекс или сэй-грипп хуже, чем ультрекс. Также сэй-грипп давал свою защиту и ничем не хуже ультрекса в принципе. Поэтому я здесь, наверное, была бы таким защитником сэй-гриппа и припола, что в принципе они имели свой иммунный ответ и свою защиту. Поэтому я считаю, что в данной ситуации не надо ждать вакцины ультрекс и дожидаться ее и искать ее. вакцинироваться то, что есть сейчас в момент, чтобы иметь уже какую-то защиту и чтобы мы имели прослойку населения с защитным ответом на сопутствующую инфекцию. коллеги, я думаю, я как-то отвлеклась, просто зачитала с вашими вопросами. Я думаю, просто активно видимо поднялась эта тема с ничем, с нашей вакцинацией, но здесь просто невозможно было ответить, особенно чувствуя боль коллег со всей России, у которых возникает какой-то дефицит или какая-то еще, допустим, проблема. Вопрос по поводу возник у коллег методика отбора назофарингеального мазка от смыва из носоглотки. Назофарингеальный смыв из носоглотки вы дома в домашних условиях не сможете корректно взять, это вам сможет только помочь человеку врач или сопутствующий коллег, кто находит с вами на приеме назофарингеальный мазок, самый простой и специфичность, я еще раз повторюсь, та же самая, сохраняется и точно так же тот же самый ответ имеет, в принципе, ничем не отличается. Татьяна Камнцева задала нам с вами вопрос по поводу однократного повышения температуры, ларингит по виду подсветового. Ну, коллеги, здесь надо смотреть, что с пациентом, потому что может быть в течение респектурно-вирусной инфекции то, как вы описываете, может протекать и тот же самый интервирус. Здесь надо просто смотреть, что за картины и какие именно проблемы. Если есть вопросы в плане диагностики, то, пожалуйста, смело пишите мне, мы с вами будем заподозрить. Так, сейчас ковид на 99% можно заподозрить, если соблюдается три условия. Вот, вот, действительно, ковид, смотрите как, с обходу ковида. Экспресс-диагностика сейчас немного отстает с ковидом, который проводится непосредственно в постели больного, и в приоритете сейчас сохраняется ПЦР-диагностика, поэтому давайте сейчас все-таки на нее нацеливаться и проводить непосредственно ее. Вот, ну что же, отвлеклись, и последнее, только единственное, не могу, еще раз спасибо Пиронике Мирону, которая писала, действительно, вакцинацию от гриппа надо проводить в августе. Вот, разгар сезона, не могу сказать, что мы не должны ее проводить в разгар сезона. Есть люди, которые не провели ее превентивно до этого, но разгар сезона тоже актуальный, можно проводить ее. Совершенно не вижу смысла отказывать пациенту в возрасте. Анастасия Валентиновна, ну, насколько я знаю, после Нового года вообще запрет на вакцинацию против гриппа. Потому что можно заболеть, да, в этот период 14 дней, пока еще не будет выработана тела. Это да, и пока это сохраняется еще, но мы пока ее и не проводим, у нас она и закончилась, вот, но разгар, здесь коллеги просто имеют в виду, например, разгар сезона, ну, понимаете, как мы стандартно начинали август, сентябрь, кто-то обращался в артисты, мы еще проводили некоторым пациентам вакцинацию в октябре. Ну, в августе вы начинаете, потому что вы коммерческая организация, в обычной, в обычных, действительно, поликлиниках врачи были удивлены, потому что никто вакцину в августе еще не имеет, поэтому начинается гораздо позже. В этом году единственное, что грипп начался рано, то есть он уже в конце октября. Ну, вот, если говорить о моей семье, я всегда вакцинировалась в свою семью где-то в ноябре, но иногда в декабре, и это связано было с отсутствием вакцины, мы всегда ждали вакси-грипп, но в этом году прививали из-за вакцины. Поэтому из-за этого как бы всегда я знаю, что вакси-грипп в нашу страну присылают, когда уже закончена вакцинация во многих странах. Поэтому всегда в декабре находилась страхи, а вдруг мы вакцинировались и попадем в эти 14 дней. Поэтому действительно все стремятся, должны стремиться рано. Грипп приходил всегда к нам в конце декабря, январь, февраль, но в этом году он пришел пораньше. Что касается гриппа В, он же бывает круглогодично. И декабря, которая была защищена под моим руководством Таршхой вылойла, она показала, что у нас было много случаев гриппа В именно летом. Вот, кстати, в этом, в 21-м году. Да. Даже в этом году не знаю. Были в этом году, мы даже в коммерции наблюдали этих пациентов, это были пациенты, которые активно соблюдали такой, знаете, путешествующий педни, вот, может быть, где-то захватили на стороне, вот, но таких нескольких случаев, пять случаев у нас было, но протекали в совершенно легком виде. Ну, хорошо, идем дальше. Да, основной просто посыл действительно коллеги вакцинации и экспресс-диагностики. И, наверное, то, что сейчас активно, вот, хотелось бы единственное запустить одну последнюю тему, это рс-вирусная инфекция, с которой, наверное, мы не можем просто не отойти, это, наверное, еще основной такой, кроме гриба, основной активный возбудитель, который для нас требует активных транажей, поведения на доме детей, вот, и который нас с вами активно беспокоит как врачей, так и родителей. Вот. Он всегда был, по практике могу сказать, что он сохранялся, никуда он, к сожалению, не уходил, особенно у маленьких детей в возрасте до шести месяцев, особенно у месячных детей, новорожденных детям выявлялся. Выявляли мы его у постели по пациенту. Вот. Активность республиканного вируса всегда была, и даже вот, ну, 2020-2021 год он сохранялся. РС-вирусная инфекция стандартно у детей она выражена, все вы знаете, бывает без повышения температуры, особенно у маленьких детей в возрасте там до двух месяцев. Это выражено обильное выделение из носа стандартное, если так можно выразиться, небольшой каши, уже даже в первые трое суток без отсутствия терапии сохранение выраженной одышки со снижением сатурации и даже вплоть до изменения на рентген-диагностике или КТ-диагностике. Вот. Самое, наверное, печальное развелся то, что у нас отсутствует какая-либо вакцина-профилактика. Единственное здесь нужно, чтобы ребенок особенно важно стандартное внимание, это осмотр первой сутки заболевания, проведение экспресс-диагностики и корректное назначение терапии. Вот. И также вот, также эрозавирусный тест, он также проводится чаще всего. Здесь проблем с проведением его нет, потому что на фоне у детей, на фоне выраженного выделения слизистого, выделяемого из носа, он легко проводится. Там не требуется, это, кстати, аэрозавирусный тест, совершенно не проводит и не требует каких-то дополнительных глубоко проникать на заформияльный смыв собирать. Проводится он очень быстро, даже до 25 минут, я бы сказала, даже быстрее. И действительно очень высокая чувствительность, но чувствительность у него действительно до 98% она показывает нам этот вирус. Чем опасен нам аэрозавирус? Потому что вызывает у детей, особенно у маленьких, он бромхиолит. То, что требует госпитализации в случае снижения сатурации, учащения частоты дыхания и присоединения температуры и в случае какой-то дополнительной инфекции присоединения. Кстати, по опыту могу сказать, что рассвебованные инфекции самое большое присоединение не только осложнение как нервония, но и атип. Очень часто на фоне рассвебованные инфекции у детей выявляется средний атип вплоть до гной, но который требует уже присоединения антибактериальной терапии. Он, конечно, распространенность его, если смотреть по всем детям в возрасте обновляясь старше, он сохраняется до 17-33%, но в период сезона подъема заболеваемости, конечно, поднимается до высоких цифр, и по опыту он требует, конечно же, патронажа и активного, потому что ребенок может ухудшиться в течение нескольких часов, в 5-6 часов может происходить очень сильное осложнение, особенно если ребенок есть сопутствующая радиопатология, которая требует мониторирования или дополнительная еще, то здесь уже без стационара, стационар не просто стационар, стационар с реанимацией и анестезиологической бригадой, которому можно с вами в острый момент помочь, здесь без этого мы совершенно можем не обойтись. Это, наверное, такая самая основная тема, которую мы хотели поднять с коллегами, это вот непосредственная расферстная инфекция. Ну, дети группа высокого течения я с вами поднимала, это вот дети до 35 недель гистации недомышленные, были случаи такие, дети с бронхолебочной дисплазией, ну и дети с каким-то рожденным бортами сердца, особенно контроль проводит всегда трехмесячного ребенка, до трех месяцев детей и особенно тяжело протекает двухмесячных, полутормесячных, вот, и, ну и все остальные запутывающие заболевания. Здесь действительно нужен контроль врача, ежедневный осмотр, связь мамы на телефоне, чтобы у мамы также была возможность дома проводить пульсоксиметрию, контроль, ну и ежедневная оскультация в плане осложнений и коррекции терапии. Основная терапия, которая у нас всегда направлена у детей с расферсной инфекцией, я здесь уверена, вам коллеги всегда это рассказывали, зачитывали, что здесь основное это инсуфляция с кислородом, промывание носовых ходов и контроль температур. Все остальные терапевтические мероприятия в виде ангаляции с пульмокортом и берудуалом и остальные наши манипуляции, они всегда проводились с детям только в случае каких-то уже дополнительных осложнений, изменения клинической картины. Также активно он, еще раз повернусь к нашим экспресс-тестам, действительно, просто когда мы появляем аэросферсную инфекцию в постели и дома у пациента, мы действительно в данной ситуации успокаиваем родителей и им становится понятнее, и вы в данной ситуации очень легко разъясняете, что, как, какая терапия и какое нас с вами наблюдаем с вами делаем, проводим какую с вами диагностику и какую делаем с вами терапию на ближайшее время и какая у нас связь с родителями. коллеги, но в данной ситуации просто в сфере вирусных инфекций хотелось поднять именно РС-вирусную инфекцию и грипп, которые к нам вернулись в этом году, которые мы с вами активно обсуждали и вернулись к этой терапии, потому что мне кажется, что мы последние поздоровые годы с вами забыли в данной ситуации мы с вами забыли о них и потеряли такую чувствительность к ним, в отличие от наших тестов, которые у нас активно помогали нам. И сохраняются вопросы те же самые вопросы профилактики, они в принципе все стандартные. Не забываем, что в любом случае мы сохраняем осторожность в плане ковида и омикрона. И последнее время сейчас мы с вами активно мониторируем все медицинские сайты, все медицинские источники о том, что такое и как он себя будет вести в ближайший месяц-два, потому что сейчас предварительно мы с вами действительно не можем не сказать какая-то четкая информация и выдать ни пациенту, ни коллективе. А здесь в данной ситуации просто хотелось поднять активную тему, тему гриппа и ростоверсной инфекции, которую действительно мы стали выявлять, наблюдать, вакцинировать то, что мы делали с вами и так активными темпами, вот, и проводить терапию и быть с нашим пациентом рядом, и действительно здесь сохранить еще раз такой же вопрос все-таки в менеджменте качества оказания медицинской помощи и ее своевременности, потому что еще раз напомню, что вот эта своевременность, она с вами дает возможность просто не уходить на стационар и испекать осложнений, вот, наверное, это основное, что хотела с вами рассказать и обсудить, Ирина Николаевна. Скажите, пожалуйста, тесты на РС-инфекцию, они продаются в магазине? В аптеке их нет, но они есть доступ и у поставщиков на РС-инфекцию в аптеке, к сожалению, пока нет. Сегодня вот врач-педиатр, часть врачей, либо они обеспечили, тем, работают с контингентом своими родителями, и на дому у родителей есть тесты и на грипп, и на бета-гемолитический стриптокок группа, и есть тесты, то есть трептотест, есть тест на ковид, поэтому, как правило, пациенты звонят, и они уже высокая температура, боли в горле, и сделали три теста. Вот, конечно, было бы здорово, чтобы РС-инфекция, она тоже диагностировалась. Единственное, что иногда на дому возникает одышка, и это является поводом для немедленной госпитализации, потому что здесь трудно на дому решить, можно оставлять его или нет, то есть одышечный синдром требует и кислородотерапии, не у всех дома есть концентраторы, потом ребенка у концентраторов детских мафраг нет, и все это оставлять опасно. В нем есть какой-то секрет трудности при проведении тестирования на РС-инфекцию, или это проблема пока поставщиков, то есть они это не наладили? Абсолютно проблема поставщиков, они не наладили. Не все коммерческие клиники его имеет, Ирина Николаевна, по опыту, потому что по опыту сменила клинику, например, последний год и в прошлой клинике он всегда был в наличии, мы активно его проводили, в новой клинике мы его закупали заново, поскольку эта проблема существует, нам нужно проводить эту диагностику. Действительно, в аптеке он не появился, появился стреп в аптеке, грипп и ковид, они всегда активно продаются, самые разные поставщики, но я думаю, что здесь больше обращения действительно, наверное, к аптечной нашей структуре, с тем, чтобы они действительно привели к себе респираторный РС-вирус-тест, который действительно помогал бы родителям помимо остальных тестов провести еще РС-тест. С госпитализацией полностью согласны, действительно, зачастую бывает, что ситуация сохраняется, но выраженная одышка, даже с выраженной одышкой надо госпитализировать, это обязательно. Коллеги, нравится, нам не нравится, это будущее. Несколько лет назад мы с Людмилой Николаевной Мазанковой приехали тогда еще на первый конгресс общества инфекционистов, это был в Австрии, город Грац, ну и походили по выставке, на что мы обратили внимание, лет 10 назад это было, не было на конгрессе инфекционистов ни одного стенда с антибиотиками, ну а чего их рекламируют, все их и так знают, новых не появляются, растет антибиотикорезистентность, но единственное на выставке были многочисленные быстрые тесты, пациент им сам может покупать их в аптеке и сам подтверждать этиологию заболевания, потому что вы сегодня упоминали ацетомивир, и поскольку действительно у него есть большая доказательная база при лечении именно гриппа, поэтому но препарат ведь необычный препарат не совсем такой вот уж легенький, который не вызовет побочные эффекты, особенно например у подростков почему-то японцы извините на фоне этого препарата увеличивается число самоубийств, поэтому препарат необычный, он может вызывать побочные эффекты, но при этом у него достаточно высокая эффективность при гриппе, поэтому например я встретилась в одной из частных коммерческих структур с жалобами папаши, то есть у него родился ребеночек, ребеночку было 11 месяцев, пригласили замечательного педиатра, педиатр по клинике поставил грипп и назначил ацетомивир, папаша послал водителей в аптеку, купил тест, гриппа не нашел и накатал большую жалобу на врача частного, который посмел назначить ацетомивир препарат, который серьезный, хотя по возрасту никаких проблем не было, не подтвердив и теологию заболевания. Поэтому, дорогие коллеги, поскольку сегодня это надо потратить свои деньги, но многие пациенты готовы это сделать, да, потому что это не обеспечивает страховкой ничем. Поэтому все равно нужно предлагать пациенту самому подтвердить этиологию, но если речь идет об амбулаторных условиях. Поэтому нравится, не нравится, сегодня появляются тесты и на ротовирус, экспресс и так далее. Поэтому будущее будет за быстрыми тестами. уважаемые коллеги, поэтому жизнь наша такова, что придется заставлять пациентов тратить деньги на быстрые тесты, если это не будет обеспечивать специальными страховками. Давайте посмотрим еще вопросы. Стрептесты в аптеке, они смотря в каких аптеках искать. Их можно найти. Кстати, если не ошибаюсь, можно на всевозможных сайтах доставки смотреть. Кстати, коллеги пациентов по опыту говорили, что на том же самом Озон они есть, вы можете приобретать, не обязательно идти в аптеку. Поэтому в интернетах и аптеках больших упаковок нет. Действительно такая проблема, в интернет аптеках больших упаковок нет, но если мы говорим о семье, которой 5 человек, я думаю, что здесь вопрос приобрести. Упаковка содержит 25 тестов. Это, конечно, цена вопроса. Я не думаю, что семья готова. Если болеют все дети, я иногда предлагаю сделать тест одному, и тогда понятно, что все они болеют одним и тем же. Хотя что касается ковидных тестов, то все зависит от качества этих тестов и от методики забора. Это действительно мы с вами услышали впервые о том, что как глубоко надо забирать. Ну вот сегодня так уж случилось, что наши замечательные ординаторы заболели в одном из отделений ковидом. По-моему, семь человек. У кого-то подтвержден, у кого-то нет. Хотя клиника у всех одинаковая. К счастью, болеют не тяжело, понятно, что это ковид, потому что наши ординаторы были всегда очень аккуратны. Мы почти два года прожили с ковидом, и они все вакцинированы и так сильно не болели. Но вот эта вот дрянь, извините, под названием омикрон уже очень заразительная. Говорят о том, что очень напоминает заразительность при коре. Ну, кто-то, наверное, слышал один из моих докладов. Я вам напомню, была интересная публикация из Копенгагена только с самого начала омикрона. 26 ноября одна компания решила отпраздновать, провести корпоратив. Датская компания. Подготовились очень серьезно, пригласили на этот корпоратив 111 человек, все переболевшие раз, дважды вакцинируешься два, и за три дня до начала корпоратива все сдали тест. Этих пригласили. Один человек недавно приехал из ЮАР. Он был тоже тестирован, у него был тест от рецепт. На третий день после корпоратива из 111 заболело 83 человека. Вот вам омикрон. Какая страшная зараза. Хотя все было сделано и все было предпринято. Поэтому коллеги, к сожалению, реалии ближайших двух недель это резкий всплеск. Поэтому тестирование, конечно, хотелось бы знать, какие тесты лучше тестируют с большей достоверностью омикрон. Вы знаете это, Анастасия? Смотрите, омикрон сейчас в настоящее время, об этом говорят все, что экспресс-тесты наши не выявляют. Омикрон мы находим только в ПЦР-диагностике. Проводила лично и смотрела лично. Если мы находим, например, даже экспресс-тест проводится, у меня был единственный раз недавно пациент, что это, скорее всего, Дельташтамм какой-то наш старый, который где-то, извините за сленг, зачесался, завалялся. Экспресс-тест не выявляют, и было очень много случаев, когда экспресс-отрицательный и положительный, но и коллеги, наверное, я думаю, Ирина Николаевна согласится, мы должны не забывать о ложноположительных результатах и ложно-отрицательных. Это сохраняется еще особенно активно ложно-отрицательно, когда вот как раз Ирина Николаевна знакома про ординаторов, когда мы выявляем, допустим, группа 5 человек, семья, там папа, мама есть положительные, а дети отрицательные, но при этом симптоматика сохраняем диагноз на всю семью. Спасибо. Ну вот вопрос Анастасии Кузнецовой про РС, вы уже услышали ответ, Анастасия, в отношении риновирусов. Скажите, пожалуйста, Анастасия Валентиновна, есть тесты на риновирусы? На риновирусы есть, экспресс-тесты есть, у нас они есть только для поставки в лабораторию, чтобы лаборатория вам устанавливала данный диагноз. Продажи его нет. На руки врачу или на руки пациента его действительно сейчас нет, но он есть как экспресс-тест для нашей лаборатории, который может вам выдать результаты. Туда входит риновирус и еще несколько дополнительных вирусов. А на аденовирусы экспресс-тесты вы видели? Видела, на аденовирусы есть экспресс-тесты. Привозили одно время пациенты, из рубежа и как-то от фармкомпании доставалось в подарок. Но опять же аденовирус и ротовирус и есть энтеровирус. Я думаю, что просто Ирина Николаевна это такой вопрос, который надо поднимать в медицинских сообществах, чтобы эти тесты выходили в более обширный круг. Они сейчас просто в ограниченном количестве. Но это начало. Это начало, да. Если оно выйдет за пределы, то, конечно, врачам это очень сильно поможет. И всему коллективу, я думаю, всем коллегам это просто развяжет руки и даст возможность быстрее стать... Коллеги, я сегодня действительно не назначаю антибиотикотерапии без стрептотеста и без клинического анализа крови. не назначаю. просто не назначаю. Там, где четвертый день и там, где что-то слышно, конечно, без рентгена осмотра лор. Потому что мы должны знать, что мы лечим. Что касается аденовирусов, конечно, очень характерная клиническая картина. Трудно с чем-то спутать. Да, и аденовирус такая злостная инфекция, которая нередко имеет две волны и очень длительно тянется, до трех недель иногда с этим конъюнктивитом и так далее. А вот что касается риновируса, то это инфекция дня, как говорится. Потому что по нашим исследованиям мы показали, что, ну и не только мы, Елена Петровна Карпова и другие, что приблизительно до 50% причин, ну не берем ковид, эпоху ковид, это все-таки риновирус. Но если раньше к риновирусам относились с прохладцей, ну что там, три дня сопли и все. Вы посмотрите в садиках в Германии, пожалуйста, они ходят вообще до температуры 38, объявление на детском садике, что принимаются в группу дети до температуры 30-ти лет. Наши бы мамы с ума сошли, понимаете? И я с ними согласна, с нашим мамой. Ты лечишь его. Я сама мама двух мальчиков, да, и помню, как я их лечила. Один заканчивает болеть, второй начинает. Поэтому только свеженького бы полечил, привел бы в группу, а там еще более свеженький, который заразил бы моего мальчика. Поэтому, конечно, наша мама с этим борется. Поэтому мы не допускаем таких детей. Но вот риновирус действительно протекал очень легко. Сегодня типировали различные варианты. И оказалось, что тип С это пневмотропный вирус. Есть ли лаборатории, которые типируют сегодня, ну, наверное, с помощью ПЦР-диагностики риновируса, и можно ли определять тип С риновируса? Сейчас они не могут выставить тип, они могут просто установить вам, что да, факт, есть риновирус. Пока сейчас лаборатория, с которыми мы работаем, в принципе, по опыту, сейчас просто устанавливаем риновирус. Но, кстати, по опыту риновируса, о том, что он хитрый, согласна полностью, потому что было много пневмонии по опыту, у которых мы брали ПЦР-диагностику и ожидали, что там будет что-то более серьезное. Оказалось, что это просто банальный риновирус, который дал такую картину. Вопросы от Татьяны. Насколько легитимна верификация на основе экспресс-теста без подтверждения методом ПЦР-коллеги? Ну, это ориентировочно. И понятно, что это экспресс, который помогает, но при легких инфекциях здесь ничего особенного. Елена застыла спрашивает, если нет возможности провести экстресс-тестирование или ПЦР, как отличить ОРВИ от коронавируса? Коллеги, отличить очень сложно. И сегодня особенно Дельта говорят о том, что дети больше стали болеть. Никто на самом деле вам не даст ответа и в легких вариантах, но коронавирус очень такой коварный, потому что каждый день почти участвую в тех замечательных консильвумах, которые проводят Исмаил Магомедович и наш главный врач и главный педиатр города Москвы в отделениях реанимации. Мы видим, что все начинается легко, а чем закончится, и дети, к сожалению, могут реализовать КТ-4, но это дети необычные, как правило, это дети, которые имеют коморбидные тяжелые состояния, например, лейкоз, который уже сегодня несколько лет прошло, или ребенок, вот толстые дети, самые опасные, то есть у нас были в реанимации дети с массой 150-130 килограмм, вот они реализуют КТ-4. конечно, дети после трансплантации опухолей, дети трансплантации, просите, органов, это дети с опухолями, причем понятно, что коронавирус поражает эндотелий сосудов, и мы видели немало случаев, когда рвались мальформации, артериовенозные мальформации главного мозга, и случалось кровоизлияние на фоне остроты коронавируса. Поэтому дети, у некоторых детей были выявлены опухоли мозга, именно коронавирус их выявил, то есть появлялась клиника рвота, тестировали, находили коронавирус, определяли, что это опухоль головного мозга, и наши уважаемые нейрохирурги во главе с профессором Горелышевым, например, пытались перевести в институт нейрохирургии для оперативного вмешательства, они никак не отдают коронавирус. То есть вот этим и характерно, то есть дети с опухолями, они очень долго сохраняют коронавирус и не могут никак от него избавиться. Поэтому, конечно, коронавирус у детей мы видели такой очень серьезный, поэтому я, например, все равно нахожусь в страхе, когда ребенок заболевает коронавирусом и никто не знает, чем это может закончиться. Поэтому, дай Бог, чтобы все прошло легко. Ну вот Вероника Миронова правильно пишет, что никак не отличить. Какая профилактика для кормящих мам? Коллеги, но эта тема особая и поражение сегодня была борьба почти полуторалетняя, потому что у нас запрещали кормить детей, которые мамы, которые переносят коронавирус в мире гораздо раньше и все эти общества по поддержке грудного скармлива боролись. Сегодня вроде бы разрешается и нашими рекомендациями кормить ребенка грудью, мама, которая переносит коронавирус, но при этом нужно защищать всеми силами маска и так далее. Ну, а для профилактики для кормящих мам, опять же, я сказала. Скажите, пожалуйста, спрашивает вас Ксения Ставцева. Анастасия, я вижу, сейчас вам гляд. Вакцинация от гриппа возможна? Ну, она спрашивает тот же самый вопрос, который мы уже обсуждали. То есть, можно ли вакцинировать в январе? По приказам не можем. Вероника Миронова, ну, коллеги, мы все дольше, все больше и больше должны быть приверженцев приказов. Да. Не грушать, потому что вот вы маме пошли на поводу, решили привить ее в январе, она на вас жалобы написала. Понимаете, поэтому они все читают. Иногда врачи не читают этикеток, противопоказания, пациенты читают все. Потом это может быть уголовно наказуемо. Вероника Миронова подтверждает ваши слова, она говорит о том, что в августе надо прививать, ну, вот видите, коммерческие структуры получают вакцины раньше. Татьяна Каменцева говорит о том, что ковид можно на 99% заподозрить, если совпадают три условия. Так, первое, однократное повышение температуры, ларингит разной степени и задние стенки глотки похожи на икру горбуши. Ну, вы, по сути, Татьяна, описываете грипп, потому что для гриппа характерна вот такая зернистая, такая багровая задняя стенка, да, поэтому, ну, наверное, это похожесть есть определенная, ну, еще, видите, ларингит может быть. Ну, Татьяна, это вы описываете именно омикрон, Татьяна Каминцева. Откройте личико. Доброе утро, Ирина Николаевна. Не знаю, да, омикрон или не омикрон, просто последние три дня на приеме дети с глоткой под копирку, и у каждого, у кого оно выглядит именно так, потому что не всегда при ларингите, то есть дети с ларингитом идут, конечно, много, но не у всех задняя стенка глотки выглядит именно таким образом, и вот все, которые выглядели, ну, мне повезло, вот у меня было ровно трое. Вот у всех экспресс-тест положительный, по-сверху положительный. Но а есть сочетание с гриппом? Нет, сочетания с гриппом нет, нет. Грипп был последний раз у нас подтвержденный, ну, экспресс-тестом хотя бы, да, значит, последний грипп был вот, ну, в нашей поликлинике, ой, не соврать, в ноябре месяце. И вот даже где-то может быть там начало декабря. Ну, у вас хорошая прослойка вакцинированных. У нас, вам как, статистически или по факту? Статистически Ну, вот, я могу сказать, что за последние два дня, да, на 40, позавчера на 40 тестов 12 было положительных экспрессов. Сколько пациеров, не знаю, еще три дня не прошло, они обычно долго делают. Вот, а вчерашние, ну, процентов 50, наверное, было уже положительных экспрессов. То есть ковид пошел валом. И все выглядят вот прям вот под копирку как один. Ну, как и обещали. Да, причем выраженность клинической картины, условно говоря, зависит от ковида в анамнезе. То есть, если там год назад ребенок перенес подтвержденно ковид, у него ну, и жалобы поменьше, температура пониже, но горло прям вот четко. Если это первичный случай, то и температура под 38,6 и может быть и выше, и ларингит посильнее выражен, но выглядят они все абсолютно одинаково. Татьяна, скажите, а какие тесты доступны для пациентов бесплатно? Есть что-нибудь бесплатное? Ну, вот мы в поликлинике бесплатно экспресс-тестирование проводим. я на приеме, да, отправляю вниз, там экспресс-тест проводят, и, соответственно, по результату дальше уже либо на бригаду, либо домой. Но на дому врач-педиатр ходит бесплатно? Ходит у них точно так же выданные, да, экспресс-тесты, они также тестируют. Только ковид, других нет? По-моему, еще грипп, да, грипп они еще с тобой носят, я просто подростковый врач, я на приеме. Ну, то есть, с обидом приступит обстановкой, грипп и ковид, понятно, спасибо большое. Хорошо, спасибо вам за дополнение. Татьяна спрашивает, другая Татьяна, чем отличается в вашем понимании, Анастасия Валентиновна, методика отбора носов реального мазка от смыва из носоглубки. Ну, мы это обсуждали уже, Галина, что, да, это мы уже обсудили с коллегами. Так, ну, вот опять Галина спрашивает про вакцинацию в августе. Нет, коллеги, не рано, нормально. Так, в августе вакцины так не бывает, уже обсудили. Бывает, но с увигрипп, говорит Татьяна Каменцева чаще. Ксения Ставцева, Нижегородская область у нас бывает в сентябре. Ну, это уже хорошо. Противовирусная терапия нужна или достаточно симптоматическая, спрашивает Елена застыла. Тоже мы ответили, сказали, что достаточно сейчас симптоматическая, да. В Тамбове ультрекс дефицит одним с увигриппом завалили. Пока лечимся, в смысле вакцинируемся тем, что есть. Если, так, ну, это уже ремарка мы слышали. Татьяна Амельченко, вы поступаете, как вы поступаете с такой группой риска? Дети с определенными хромосомными аномалиями от природы имеют гиперпродукцию интерферонов, у них высок, риск развития гипериммунного ответа по типу цитагидного штурма. Ну, уважаемая Татьяна Амельченко, при всем уважении к вам, это надо доказать, что у них и не при всех коллегах именно определенные хромосомные аномалии. То есть, если это есть так называемая группа интерферонопатии, это разновидность аутовоспалительных заболеваний, поэтому при некоторых аутовоспалительных заболеваниях препараты интерферона могут быть не показаны. Поэтому мы как-нибудь разберем группу интерферонопатии в рамках аутовоспалительных заболеваний, поэтому я думаю, что так огульно не надо про это говорить. И что касается работ по интерферонам и при ковиде риски цитагидного шторма, то проведена была фантастическая работа профессором Мартыновой Галины Петровны из Красноярска, главной специалистом и профессором Мазанковой в Москве дети с коронавируса контролировали с уровня интерлекина-6 и других маркеров цитакина шторма на препаратах интерферона это не повышалось, поэтому бояться, а сегодня вы знаете, лечиться интерферонами мегадозами, то есть исследования, которые они проводили, детям от года до 7 лет они давали по миллиону дважды в день первые 7 дней, а дети 7-10 дней, а дети от 7 лет и старше получали по 3 миллиона дважды в день, вот проводился исследование, никакого цитакинного штурма не развивалось, поэтому в данном случае вы думаете, скорее всего по аутовоспалительным заболеваниям, ну или конкретно называйте, какие болезни опасны, чтобы мы все запомнили и не назначали препараты интерферона детям с этими хромосомными болезнями. Так, это, так, еще вопросы, стрептотест в Москве нет, купить невозможно. Это мы уже обсудили тоже. Да, мы обсудили. Так, коллеги, ну придется запасаться, что делать. В принципе, надо жить так, чтобы у каждого что-то было в холодильнике. Так, мы сейчас болеем, Елена застыл, всей семьей ковидом, шесть человек, все от мала до велика вакцинированы и ранее не болели, вероятно, омикрон. Вопрос для всех. Анастасия Кузнецова давно вычитала, что при ОРВИ не рекомендуется назначать сосуд суживающий препарат, объясняется тем, что эксудация это нормальный процесс. Коллеги, ну это действительно интересно, то есть эксудация это, наверное, освобождение от вирусов. И таким образом организм очищается. Но думаю, что ведь не надо дежурно назначать всем. То есть если заливает так, что одеваться некуда, да, то, конечно, нос мацерируется, то использовать, но без фанатизма. Хотя, с другой стороны, вы помните, была очень интересная работа, и, по-моему, наш профессор Заплатников принимал участие в этой работе, когда он как раз работал тогда с Називином, и изучали его как иммуномодулирующее действие, как раз влияние на вирусы. Поэтому думаю, что без фанатизма, но именно цель, знаете, иногда пациенты настолько скрупулезно выполняют врачебные рекомендации, и вам мамаша на седьмой день может написать, а капли в нос еще капать, ну, думаешь, господи, ну, что ж, сама не можешь сообразить, что капать надо тогда, когда есть насморк, а когда он уже прошел, его не нужно когда-то отменять. То есть врач на приеме не все может говорить, но тем не менее без фанатизма и думаю, что тогда, когда это все чрезмерно, чтобы он спал, иначе бедный ребенок захлебывается от этих соплей. Андрей спрашивает, как быть с ревакцинацией от ковида в настоящий момент? Ну, коллеги, у меня сроки ревакцинации, я прививалась к ВИВАК 27 января, жду сама в страхе, что дай бог не заболеть и надо ревакцинироваться. Поэтому как бы надо и в то же время, когда мы вакцинировались первый раз, профессор Горелов говорил, что будь аккуратно 21 день после вакцинации, потому что есть вероятность заболеть. Ну и, наверное, ревакцинация. Поэтому здесь ничего не скажешь. Хотели раньше, попросила раньше, сказали нет, в АМИАСе записано 27 июля, раньше времени вас не привьют. Елена Гнедова благодарит за актуальную информацию. Скажите, пожалуйста, можно ли назначать индукторы интерферона или модуляторы на 4-й день МРВИ? Коллеги, интерферона нужны первые сутки, первые дни. Поэтому интерферонами мы лечим особенно детей раннего возраста и особенно пожилых, потому что у детей раннего возраста у них не зрелость собственная интерфероновая система, собственно, поэтому их и называют цыпляками, они без конца всё цепляют. И плюс люди старше 60 лет, они тоже имеют дефектные уже возрастные особенности системы интерферонов. Но лично я лечусь интерферонами с первого часа от начала заболевания, поэтому думаю, что 4-й день течения инфекции уже это всё бесполезно. Гребенщикова Светлана Демидовна благодарит за своевременную информацию. Валияматова доктор согласна по поводу сложности определения ковида ребёнок заболел РВИ, экспресс-тест не обнаружили. В общем-то третий месяц никак не восстановится. Уважаемая доктор, это плохой признак. Мы с Ириной Владимировной готовили как раз про обоняние доклад. И, конечно, вам нужно проверить и свёртывание крови, то есть посмотреть Дедимер иногда остаётся длительно. И попробовать для реабилитации всё-таки миксидол, нейромультивит, потому что те, у кого в большей мере обоняние страдают, те могут быть последствия со стороны центральной нервной системы после перенесённого ковида. Поэтому попробуйте. То есть какая-то нейрореабилитация у вас должна быть. Ну и тренировки запахов это тоже. То есть покупить всякие эссенции, которые продаются для бани и пробовать проводить сеансы. Вот здесь можно нос прочищать солёной водой, чтобы контакт был лучше и тренировать свою обонятельную систему вот этими эссенциями. То есть открывать и пробовать воздействовать на ваши обонятельные рецепторы. Галина спрашивает, какие антикоагулянты можно назначать детям. Коллеги, в программе только гепарин после определения дедимера. Через какое время нужно делать ревакцинацию? Коллеги, ну вы же помните, сертификаты выданы на год, потом появились данные о том, что ожидание ковида спасёт ли ревакцинацию? Я точно не знаю. Но сегодня уже как бы требуют проведения ревакцинации через полгода. Мария Голубенко благодарит за интересный актуальный разбор, когда начнётся обязательно вакцинация детей. Коллеги, она начата, поэтому что касается вакцины от детей, то используется сокращённая дозировка, если обсуждать вакцину спутник, но Ковивак в ближайшее время я жду, чтобы вакцинировать внучку, мне сказали, что у них та же самая доза. Поскольку та вакцина гораздо легче переносится и сделана она по аналогии с полимелитом, там используется та же самая дозировка, они уже вакцинировали своих детей, тоже никаких побочных эффектов нет. Но вот в ближайшем в этом месяце будет начата вакцинация Ковиваком детей. Экспресс на грипп, экспресс на ковид, ПЦР на ковид на дому в Москве. Уже есть. Есть, да, но ПЦР нет, конечно. У нас на участке мамы очень любят самостоятельно при любом начале респираторного инфекции капать гриппферон в нос. Коллеги, гриппферон я бы не советовала, потому что там есть сосудосуживающий компонент и без конца капать сосудосуживающими, да, ну, с теми вытекающими способностями. Ну, что касается Аксалинка, я ее любила в молодости и помню, когда я работала участковым врачом, а у меня один раз был рекорд 65 посещений на дом я прошла, ну, последние уже полдвенадцатого ночи и они мне уже дверь не открыли. Трех человек не дошло. Я перед тем, как боялась заразить свою семью, и я, конечно, мазала Аксалином, утром у нас была процедура. В принципе, я видела эффект. Что касается интерферона в нос, то тоже не против, но в отношении Виферона я свое мнение сказала, почему-то не доказана эффективность. Вот меня, честно, бесит. 47 диссертаций сделано по интерферонам. На кафедре защищено пять. Почему не доказано? Мы же даже контролировали уровень интерферона в крови. Ну, почему? Почему не доказано? Почему вы верите туркам, китайцам? Почему вы не верите своим исследованиям? Вот я удивляюсь. У нас так, интерфероны в виде свечей можно, мы с вами говорили. Татьяна Амельченко благодарит за актуальную информацию. Так, с экспресс-тестом наше будущее. Коллеги, я вам говорю, 10 лет, как мы удивлялись, сегодня это вошло в нашу жизнь. Будем ждать лекции по интерферонопатиям, делаем хорошо. В Ямало-Ненецком национальном округе начинается вакцинация подростков. Коллеги, вы знаете, что уже с двух лет делается на Кубе точно и, по-моему, на США. Поэтому все, сейчас идут сокращения сроков. Насчет орбидола хотелось бы услышать. Коллеги, я не использую умифеновир, но есть люди, которым нравится. Исследования, которые провели сравнительно интерфероны Мартынова, Мазанкова и Уфа Сафина, они сравнивали с умифеновиром. Я могу по чатам выслать сравнительный слайд. Лучше оказались интерфероны, хуже оказался умифеновир при коронавирусной инфекции. Это обобщенный слайд. После перенесенного ковида у ребенка в течение трех месяцев сохраняется отказ от мяса, рыбы. коллеги, ничего не назначишь, посмотреть, надо сдать анализы, может быть, у него действительно гиперкоагуляция, можно пробовать промывать нос, тренировать запахи, потому что, скорее всего, отказ от еды, то есть дети, кто-то ведь ориентируется на вкус через запах. А если у него обоняние нарушено, пахнет, как говорили, сероводородом или еще чем-то, то он и не ест. Поэтому что можно означать? Ну, вот следить за носом и посмотреть за мозгами, за кровообращением. Светлана Молоткова хочет поделиться опытом в первую волну ковида. приема не проводили, решила порционировать персонал, врачи-сестры на соглотке ультрафиолетом, эффект хороший, наш персонал устоял. Ну, единственная коллегия пересушивания, сегодня же обсуждается такое новое направление, как кангенвода. Слышали о том, что вода, которая делает паш до 9,5, а в щелочной среде не развивается коронавирус. Ну, вот, мой старший сын подарил мне с мужем этот аппарат для кангенводы. Стоит он 250 тысяч рублей. Ну, первый раз мальчик сделал подарок мамочке и папочке. Поэтому, ну, вот мы сейчас пытаемся пить эту воду с паш 9,5, в которой не живет коронавирус. Ну, и рекомендуется ведь недаром, дорогие коллеги, промывание носоглотки содой, а сода это что, щелочь, да, просто коронавирус не живет в этой среде. Поэтому ингаляции щелочные, опять же, да, питье щелочных минеральных вод. И помните, везде пишут о том, что надо пить чай с лимоном, потому что лимон подчелачивает наш организм. Еще вопрос, поэтому эффект ультрафиолет, наверное, согласна, кроме того, что он может пересушить. Саида Маговедова согласна, что интерфероны при правильном приеме прекрасно помогают. Так, Татьяна пишет о том, что у нас в сезоне много урвы с нейтропенилов, доаграновоцитоза или экопени. В таком случае что надо предположить? Коллеги, в лечении ничего не добавляем, только наблюдаем и трясемся, чтобы ничего не произошло, потому что вы понимаете, что вплоть до агранулоцитоза, лейкопени, иногда с января месяца увеличивается число лейкозов, особенно у детей 24 года, поэтому всегда требуется понаблюдать, а как бы провоцирующим фактором является любая вирусная инфекция. Что, чему отдать предпочтение виферону или кипферону? Коллеги, в принципе, интерфероновая фракция там абсолютно одинаковая, это геноинженерный рекомбинантный интерферон, а что касается кипа, там еще добавки комплексного иммунопротеинного препарата, который не всасывается, действует в кишке, поэтому традиционно кипферон все-таки мы назначили там, где есть кишечный синдром, поэтому думаю, что там, где ковид с кишечным синдромом, почему бы и не попробовать кипферон? Единственное, пока исследований нет, в том числе по ковиду, поэтому дозировки ведь недаром отработаны Людмилой Николаевной Мазанковой, Галины Петровной Мартыновой, именно высокие дозировки, потому что малые дозы не дадут вам этого эффекта, а по кипферону такого исследования нет. Что касается рецепторов к ковиду, то, как бы вам не показалось странным, самое высокое количество рецепторов к ковиду именно желудочно-кишечный тракт, и на сегодняшний день немножечко увеличился процент желудочно-кишечных расстройств на фоне омикрона. Доктора, которые ведут час больных, вы можете как бы опровергнуть или согласиться со мной, потому что вы сейчас лекарь, вы это все видите, я только по литературе и по тем пациентам, которые ведут амбулаторно. Но вот когда мы анализировали данные по нашей больнице, все-таки предыдущие штаммы давали понос, но не более 70%. Что сейчас происходит с омикроном, дорогие коллеги? Кто может добавить вслух? Больше понос, чем 7% или нет? Нет, я бы, Ирина Николаевна, не упала, собственно, скажу, что нет. У нас пока не превалирует. Вот первый штамм, помните, первая волна, она была более, наверное, даже вот 70% и больше, а сейчас пока у нас времени мало прошло. Коллеги, Кангенвода это специальная подготовленная вода. Такой аппарат, я могу его сфотографировать, показать в следующий раз, который устанавливает необходимую паж. Это важно для больных с мочкой, каменной болезнью при целом ряде заболеваний. Аппарат японский, ну вот назвала цену, он стоит дорого, даже до 350 тысяч рублей. Ну и вот как бы воду надо пить из этого аппарата. Насколько это значимо, ну вот пишут сейчас, опять получила гарвардские рекомендации, опять пишут, что вода должна быть щелочная, поэтому стали пить воду с PH 9,5. Щелочные ингаляции, конечно, дорогая Елена гнедова для щелочных ингаляций, ну вы знаете, что мы не можем пользоваться сегодня в официальных ингаляторах боржоми, любые воды, да, только физраствор. Спасибо большое сегодня всем вам, до завтра. Спасибо. Спасибо. Анастасия, да, спасибо. Спасибо, Ринкалан, спасибо. Всего вам доброго.